Руслана, дзюдо это сложно? Дзюдо, ну это сложно, но это очень интересно Насколько важно в таком возрасте с детьми использовать игровые методы? Ну, мне кажется, в таком возрасте других методов, наверное, быть не может На мой взгляд, сама игра, она для ребенка и является таким движением в дзюдо вперед И именно игровой метод, как бы, ну, основной непосредственно в этой возрастной группе Скажите, чем сегодня занимается заслуженный мастер спорта, чемпион мира по самбо? Ну, я сейчас занимаюсь, очень глубоко погрузился в детское дзюдо Причем самое тяжелое, что мне приходится все это делать в разных возрастах Ну, в частности, вот у меня сейчас ребята до 18 лет выступали на первенстве России Также мне приходится тренировать до 15 лет И в то же время я тренирую новичков В общем, весь ассортимент детского дзюдо у меня присутствует сейчас в моей жизни Это мой собственный дзюдо, который я уже развиваю 9 лет Скажите, какие особенности вы могли бы выделить в тренировочном процессе детей дошкольного и среднешкольного возраста? Ну, дошкольный возраст, конечно, это как бы обязательные элементы акробатики Координация и растяжка Ну, естественно, присутствует в основном игровой метод тренировки Последующий уже этап это базовые приемы, базовые положения, захваты, стойки Которые уже, ну, формируют уже базовую технику для начального уровня дзюдо Скажите, на ваш взгляд, с какого возраста для детей нужно уже начинать углубленное изучение дзюдо? Ну, и, в частности, самбо тоже Ну, да, наверное, не будем делить эти два дезиспорта Ну, я думаю, что, смотрите, вообще, вот в моем понимании, в связи как бы с современными тенденциями мировыми, да Я думаю, что, конечно, ребенка нужно приводить уже в пять лет заниматься А какие-то серьезные тренировки, я думаю, что нужно начинать, ну, с девяти лет, наверное, не раньше Ну, это как бы, конечно, может быть, это в индивиду... Ну, дети все разные, кому-то, может быть, можно пораньше Кому-то, может быть, попозже нам Я такой, как бы, средний взял число, исходя из своего опыта На сегодняшний день вы сказали, что у вас уже есть ребята возраста до 18 лет, которые участвуют в первенстве России Скажите, они пришли к вам с самого юного возраста или, в принципе, к вам приводят также из других клубов Для того, чтобы они могли улучшать свое качество, ну, такого соревновательного дзюдо-самба Ну, вот поколение, которое я сейчас веду до 18 лет, это мой первый набор, который я сделал как раз-таки с 5 до 7 лет И вот именно вот этот первый набор сейчас уже выступает на таких достаточно высоких соревнованиях Ну, в частности, вот сейчас на первенстве России из моего первого набора, который вот пришел ко мне Это две медали вот на России сейчас На мой взгляд, какая основная задача тренера в тренировочном процессе, ну, назовем такого детско-юношеского дзюдо-самба? Ну, первое, я думаю, самое важное, это привить любовь к дзюдо Ну, можно, наверное, сказать, любовь к спорту, любовь к дзюдо Я думаю, это основное, именно чтобы у ребенка была какая-то потребность в тренировке Вот, и только потом уже это, ну, непосредственно профессиональные какие-то качества Которые уже будут накладываться на его желание тренироваться Руслан, вы были долгие годы профессиональным спортсменом Входили в состав сборной команды России и по дзюдо и по самбо На ваш взгляд, использование упражнений дзюдо и самбо с точки зрения здоровья и сбережения Возможно ли такое? Мне кажется, возможно, если это делать правильно Я вообще думаю, что, в принципе, человек должен заниматься дзюдо до старости, ну, до смерти То есть, настоящий воин, он должен умирать прямо в кимоно Ну, это, как бы, такой, конечно, может быть, такой немножко фантастичный такой Ну, я думаю, что, как бы, вообще, смысл жизни человека — стать воином И непосредственно дзюдо, оно, как бы, помогает ему, вот, обладение, наверное, этим искусством Не обязательно быть, наверное, профессиональным спортсменом, чемпионом какими-то мира Воин может быть любой человек Любой человек, который идет по пути совершенствования, да? И дзюдо — это, ну, я считаю, один из путей, которые человеку вот приводят к каким-то, ну, может быть, даже более высоким состояниям Потому что человек, который постоянно находится, ну, в форме, ну, в таком боевом духе Я думаю, это и есть та личность, которая может, ну, достигнуть каких-то высот, ну, в том числе, наверное, в духовном, наверное, смысле Вы сами лично сегодня каким образом поддерживаете свою физическую форму, ну, так называемую, что может быть, психологическую, эмоциональную Используете ли технологию дзюдо самбо? Ну, я, честно говоря, очень люблю до сих пор бороться Вот, к сожалению, в связи с тем, что я постоянно, ну, нахожусь в таком тренерском режиме Это очень сложно, потому что вся энергия уходит на детей, но когда вот бывают такие возможности, я, ну, несказаемо счастлив Вот еще раз почувствую захваты, передвижения, поймать какой-то бросок, что-то узнать новое для себя, там, из дзюдо Ну, и, конечно, сейчас уже вот в этом возрасте я увлекся, ну, не только профессионально, но достаточно так стараюсь углубленно погружаться в йогу Вытягивать суставы, там, позвоночник, может быть, такие легкие медитации какие-то, дыхательные упражнения Я думаю, что это тоже, как бы, ну, гимнастика такая, она тоже неотъемлемая часть для организма человека В том числе, наверное, и для психики, наверное И она очень хорошо сочетается вот в дзюдо Вот, ну, скажем так, вот, я для себя выявил таких два направления Дзюдо, йога и, конечно, аэробные упражнения То есть это бег, лыжи, плавание Вот, я думаю, что вот в сочетании вот этого вот комплекса Я думаю, что человек может идти вперед с хорошим здоровьем Ну, и чувствовать свое тело и сознание Скажите, сегодня самбо пробует свои силы попасть в регулярный состав олимпийского движения Ну, в частности, в этом году уже озвучили, что самбо, как федерация, международная федерация самбо Включена в олимпийскую семью Перспектива включения в самбо в олимпийскую программу, на ваш взгляд? Ну, мне кажется, в связи с такой политической атмосферой, конечно, это маловероятно Основной конкурент самбо это дзюдо И, ну, чтобы самбистам переплюнуть дзюдо, это нужно, конечно, ну, во-первых, вложить немалые деньги Я думаю, экономический какой-то момент тоже присутствует в этом И, на мой взгляд, как бы непосредственно соревновательная система самбо пока находится в, ну, не в самом лучшем развитии И я не думаю, что, ну, такой вид спорта будет усмотребельным и перспективным именно в плане олимпийского движения Ну, это на мой взгляд Сначала было спортивное самбо, как просто вид борьбы Потом появилось боевое самбо, как направление И сегодня развивается так называемая пляжная самбо Что вы можете сказать об этом направлении? Видели вы это? Вот буквально недавно, кажется, осенью прошел даже чемпионат мира Скажу, не знаю, может быть, несколько такие обидные слова Ну, мне кажется, это какая-то, знаете, развлечение больше, чем какой-то серьезный профессиональный путь развития самого Понимаете, чтобы борьба была профессиональной, нужно непосредственно развивать основное ее направление Я думаю, что это такое, знаете, как бы легкое утешение, мне кажется Ну, это неплохо, это неплохо с точки зрения, знаете, такого мастерного развития Но это никак не идет вперед именно профессионального развития самбо Поэтому с точки зрения, еще раз повторюсь, ну, какого-то там, ну, расширения, там, да, вот, непосредственно, как бы, и так далее В том, что люди там, ну, дополнительно изучают еще ударную технику, да Но, еще раз повторюсь, профессионально это, ну, мне кажется, тупик огородит Ну, и в заключении, что вы могли бы пожелать самбистам и дзюдоистам всего мира? Я хочу пожелать, чтобы все самбисты и дзюдоисты перестали залеживать друг другу А стали друг другу поддерживать, любить и уваживать Спасибо 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 Продолжение следует...